Я всех рада приветствовать на этом канале и всех вас хочу пригласить на это видео о пустых баночках. Да, наконец-то я снимаю это видео. Пустые баночки, скопилось очень много продуктов. И эти пустые баночки будут, конечно, с опозданием за август месяц. Но ничего страшного, сейчас мы с вами всё разберём, так что старайтесь поудобнее, чай кофеёк и поехали! Итак, всё, что здесь находится, это, так сказать, сборная солянка, поэтому буду вытаскивать по очереди и рассказывать, что мне понравилось, что рекомендую, а что наотрез вам говорят, нет, не надо, не покупайте. Извиняюсь за свой голос, ещё до конца не выздоровела, так немножко гнусавлю, носом разговариваю, поэтому I'm sorry. Итак, здесь, значит, у нас и продукты питания, и бытовые какие-то вещи, и также косметические. Так что начнём с наших малюток, косметические. То, что могу рассказать и показать. Первое, это вот такой вот праймер от марки Catrice. У меня было два праймера. Один с таким посвящивающим эффектом, а это чисто белый праймер. Что-то у нас сегодня не хочет фокусироваться. Чисто белый праймер. Очень достаточно, о, наконец-то, достаточно хороший. 30 мл. Я даже сейчас не знаю, продаются такие или нет, но мне понравился. Если обязательно увижу на стенде Catrice, обязательно куплю. Потому что мне понравилось. Хорошо себя ведёт на коже. Хорошо ложится макияж, тональные средства, какие-то там продукты маскирующие. Очень классно всё это делается. И поэтому мне, в принципе, понравилось. Обязательно буду покупать. Знаю, что у них есть какие-то новиночки вышли. Тоже обязательно попробую, расскажу вам. Здесь у нас... Что ещё можно про него сказать? Вравнивающая, лёгкая. Да, действительно, лёгкая текстура. Устраняет блеск, скрывает расширенные поры, мотирующая, стойкая. Совершенно верно. Всё, что заявлено, всё это есть. Присмотритесь. Очень классно, если она ещё есть, конечно, в продажах. А второе, то, что я купила, это белорусская косметика. Релуи. Релуи, или как там правильно это читается. А подводка чёрная. Значит, вот такой вот у нас тюбик, так сказать. Решила купить себе подводку. Моя история. Вообще, подводками я никогда не пользуюсь. И, в принципе, для меня это новинка. Я знаю, что многие любят подводку. Я как бы не очень. Я могу, да, подвести, допустим, на весничках могу подвести у корня карандашом. Даже не карандашом, а тенями больше. Но подводками никогда не пользовалась. Здесь я вдруг Оля осенила, и я решила купить подводку. Но я купила не фломастером, а вот такой вот кисточкой. Она достаточно такая вот тонкая-тонкая. Не знаю, камера передаст или нет. Очень тонкая кисточка. Я попробовала пару раз. Ещё здесь в ёмкости очень много. Попробовала пару раз, и нифига у меня это не получилось. И я решила от него избавиться, потому что... Ну, в принципе, стоил копейки там 200 рублей. Но, короче, ничего мне не получилось. Я поняла, что это не для меня. Это не моя тема. И я думаю ещё попробовать купить фломастером, чтобы вот эта вот кисточка, она была достаточно потолще. Может быть, тогда у меня что-то получится. Не знаю. Но вот подводкам как-то я вот с ними не дружу. Значит, такая подводка. Сма по себе, в принципе, знаете, стойкая, очень хорошая. Кому-то, может быть, понравится. Насыщенный чёрный цвет. Чёткие ровные линии. Тонкая кисть. Очень тонкая кисть. Может, кому-то нравится. Пожалуйста, присмотритесь. Дальше у меня была вот такая вот стойка тушь для ресниц от марки Клиник. Это пробник. Пробник именно вот в подарках у меня был, когда я заказывала... Что я заказывала? Заказывала чистящую эту щётку, которая чистит. И там мне положили в пробник вот эту вот тушь. Здесь, посмотрите, какая кисточка. Она очень тонкая и очень такая удлинённая кисточка. Не силиконовая. Вот. И достаточно хорошо подходит под... Вот кисть очень классная. Хорошо под реснички, под корни ресниц. Прям с самого начала вырисовывают реснички. Очень классная кисточка. Но сама тушь мне не очень понравилась, потому что... Потому что она какая-то текстура... Когда смываешь, она кусочками, так знаете, отпадает. Вот этот вот, наверное, и есть стойкость туши, что фиг два её смоешь. Очень-очень стойкая. Конечно же, я её смывала мицелляркой двухфазной на масляной основе. И... Ну вот этот момент мне не очень понравилось, когда вот смываешь. А так она не отпечатывалась, ну, как бы не осыпалась. И реснички такие, знаете, вот каждую ресничку прочесывала с кисточкой. Очень классно. Ну, здесь заявлено 24 часа в сутки. То есть, как бы стойкость и всё остальное. Ну, не знаю, купила бы я вот целый тюбик оригинальный. Я вот под таким вот немножко вопросом. Не знаю. Ну, может быть, кому-то это нравится. В принципе, в принципе. Дальше, следующее. Поехали. У нас такая вот маска. Буквально вчера я её делала. Марки Биокос. Да. Маска омолаживающая с герлоновой кислотой. Обеспечивает лифтинг-эффект. Стимулирует регенерацию клеток. Берёт, борется с признаками увядания кожи. Ну, я не знаю, сколько надо этих масок сделать для того, чтобы действительно увядание кожи у вас исчезло. Я думаю, что это всё зависит от нашей внутренней системы. От того, чем мы питаемся. А не от того, что мы накладываем на лицо. Да, это поддерживает, конечно, но не стопроцентно. Итак, вот такая вот масочка. Ну, она как бы, в принципе, недорогая. В районе 50 рублей. Что могу сказать про эти маски? Я их брала на пробу. Две маски. И две они мне не очень понравились. И, конечно, рекомендовать я не могу. И впредь, наверное, сама не буду покупать. Потому что, ну, зачем, в принципе, трата денег. Мне нравятся другие маски. Когда они закончатся, я вам обязательно об них расскажу. Я их сейчас, так сказать, пробую, экспериментирую. Что могу про эти маски сказать? Очень большое лекало. Вот лекало как будто на какое-то большое, огромное лицо. Ну, на меня оно очень большое. И поэтому, естественно, оно достаточно много жидкости. Очень много жидкости. Ну, то есть, консистенция, в которой маска находится. Вообще, я к тканевым маскам отношусь, как-то, вы знаете, не очень-то вот с любовью. Равнодушно. Почему? Потому что, ну, мне проще взять кисточку, намазать какую-то текстуру. И посидеть. Она начинает себя проявлять, там, да, подсыхать. То есть, она начинает что-то как-то регенерировать, что-то там делаться. А подсушиваются какие-то высыпания или ещё что-то. А вот такие вот тканевые маски, ну, у меня не могу сказать, что прям сухое-сухое лицо. Что мне надо его прям увлажнять. И, в принципе, крем, который, крем, который я наношу на лицо, меня как бы устраивает. То, что он увлажняет, питает. А вот такие вот тканевые маски, ну, не совсем, не совсем мне нравятся. И ты даже заранее не знаешь, какой это лекало. Вот именно вот этот. Вот, потому что если большой лекал, она пузырится, она как-то в складки уходит. Всё как-то отлипается. Ну, короче, вот этот момент, надо обязательно лежать, ничего не делать. Не очень. Мне не понравилось. Следующее, что у меня закончилось, это такой вот инжир и рис. Крем мыло для рук. Взяла на пробу вот такая вот большая ёмкость, бадья. Здесь литр двадцать двести пятьдесят. Литр двести пятьдесят. Неплохое мыло. Вкусно пахнет. Не сушит кожу рук ни в коем случае. И в том числе хорошо промывает. Замечательно. Ну, с мылом для рук я в поисках. Я пробую, экспериментирую. И как бы всегда беру что-то новенькое. Ну, в принципе, присмотритесь. Может быть, кому-то что-то понравится. Следующее, закончился у меня вот такой вот Эльсеф. Шампунь для волос из масс-маркета. Не раз говорила, что мне нравится этот шампунь. Всегда беру восстанавливающий для провреждённых волос. Кто блондинки, эмилирование, там, всё остальное. Восстановление прочной жизненной силы. Хорошо мылится, хорошо смывается, не загрязняет. Исполняет свою работу из масс-маркета. Это классная шампунь. И всегда беру на акции. Никогда не беру за полную стоимость. Я всегда у меня в загажнике. И при запасе имеются какие-то шампуни. Но, в принципе, это не профессиональная линейка. Это только масс-маркет. Неплохой. Присмотритесь. Всегда покупаю. Буду покупать. Пока что нравится. Долго на этом останавливаться не буду. Дальше закончилось у меня вот такое вот кокосовое масло. Это продукт питания. Кокосовое масло у нас продаётся здесь в спаре. И знаете, что я увидела? Он начал продаваться в пятёрочке. Ну, думаю, классно, здорово. Веганский продукт. Не содержит ГМО и холестерина для жарки, тушения, выпечки. Стоит в районе 200 рублей. Здесь у нас продукта 450 грамм. Вот что могу сказать. Беру уже не первый раз и буду брать. И советую вам. Я никогда не тушу. Ну, я вообще ничего не жарю, если честно. Не тушу, не делаю какое-то блюдо на подсолнечном масле. У меня либо это оливковое масло нерафинированное. Я это уже тоже говорил тысячу раз. У меня это кокосовое масло. Бывает рафинированное, бывает нерафинированное. И ещё немножко... Сейчас тоже покажу другое масло, которое мне очень понравилось. Я взяла его на пробу. И об нём сейчас тоже расскажу. Значит, по поводу кокосового масла. Буду брать. Оно без запаха. Рафинированное. Российского производства. Классно, присмотритесь. По поводу второго масла, которое я хотела вам рассказать. Это вот это вот масло. Покупала я в ОКЕ. Обязательно, как попаду в ОКЕ, куплю. Даже, может быть, принципиально за ним поеду. Потому что это виноградное масло. Идеально подходит для фритюра, приготовления соусов, маринадов. Здесь 500 мл. Виноградное масло. Виноградных косточек, если не ошибаюсь. Нет, здесь виноградное масло. Прямо написано. Обладающее чистым, лёгким вкусом. Используется как база для смесей с другими ароматными маслами. Для приготовления соусов, различных заправок. А также, если вы делаете сами майонез. Майонез. Но я его не потребляю и сама не делаю. Значит, что могу сказать. Очень классный продукт. Классный, классный продукт. Мне понравился. Почему? Советую присмотреться к нему. Тоже недавно узнала такую информацию, что именно дымление масла, когда мы включаем нашу плиту, и вот этот уровень дымления максимальный, самое классное, это у виноградного масла, и у авокадного, если я не ошибаюсь. И именно там что-то до 200 с чем-то, 270, что ли, градусов. Короче, он хорошо не теряет свойства, не теряется свойства, полезно для организма. И то, что если, когда мы тушим какие-то овощи, там, я не знаю, жарим мясо, рыбу, то же самое, там, яичницу, омлет, всё, что угодно. А он также подходит для салатов, и он очень, как бы, полезен. И в продукты, когда идёт, вот именно, что жарко сама, оно очень не теряет свойства, и уже не вырабатываются какие-то там другие вещества, которые вредны для организма. Так что присмотритесь, я обязательно буду покупать, прям вообще супер-супер. И вообще по поводу масла я говорила, что лучше всего только нерафинированное, нерафинированное, только нерафинированное. Дальше поехали. Что у меня здесь есть? Наша бытовая химия. Это ласка, бытовая химия, значит, для ежедневной стирки, один литр, ну, как всегда, да. Для чего я брала? Я брала для средства, которые ухаживают так-то, так-то, так-то. Я брала, знаете, для чего? Вот, для свитера, кофту, кардиганы. То есть, вот именно такой состав, который может образовываться, в котором могут образовываться шарушки. И здесь подсказывают, катышки, да, шарушки, катышки. Здесь подсказывается, что удаляются катышки до 80%. Ну, что могу сказать про это средство? Возможно, да, буду брать. И могу посоветовать, потому что мне понравился именно, как смягчается ткань. У меня есть один свитер, он достаточно такой грубый, жесткий. И после него он такой мягкий становится, такой прям приятный к телу, такой вот, ну, прям классный. То есть, он у меня от большой горловины, именно зимний. И, что самое главное, действительно, вот эти катышки, они, как бы, не могу сказать стопроцентности, но исчезают. И поэтому, может быть, что-то он и делает, и там и работает. Но сам по себе состав, ну, естественно, всё выстирывает, всё хорошо, очень даже классно. Именно вот для этих средств, для этих вещей я, как бы, его и брала. Закончился, как всегда. Наверное, я вам уже надоела этим порошком, Бимакс, который мне очень нравится. Ну, пока нравится, да, Колор, гель-коцитрат удаляет пятна. Кто ещё не слышал, значит, присмотритесь, потому что хорошее средство для доступных денег. И, опять же, скажу, что всё покупаю на скидках, никогда не покупаю за полную стоимость. Всегда есть всё у меня, всё запланированное, всё при запасах, и поэтому всё есть. Хороший расход, минимальный, надолго, в принципе, хватает, хорошо стирает, именно вот цветные, тёмные какие-то вещи, чёрные, джинсы, опять же, хотя для джинс, сейчас немножко другой Бимакс я купила, когда он закончится, тоже покажу, тоже новинка, так что не пропускайте, когда смотрите моё видео с пустыми баночками. И именно вот этот хорошее-хорошее средство, так что присмотритесь, может быть, кому-то пригодится. Дальше, если мы пойдём по нашим бытовым химиям, это закончился мой любимый Эленор. Вы, как вы уже знаете, слышали, у меня два любимых запаха, один из которых – жемчужный пион. После него хорошо пахнет бельё, даже при носке, всё равно первых 1-2 дня от одежды идёт запах вот именно вот этого концентрата, кондиционера. И очень мне приятно, очень нравится. Классный запах, просто обалденный. Вам советую, покупайте. И тоже беру всегда на скидках, так что присмотритесь, очень-очень здоровский. Дальше, дальше, что хочу показать, вот такой вот ваниш. Значит, ваниш. Ребят, ну я его не поняла. Вот честно вам могу сказать, покупала этот ваниш в фикс-прайсе. Может быть, в фикс-прайсе подделка, потому что он стоит там дешевле, там 100 рублей. Может быть, какой-то он, как сказать, разбавленный. Я не знаю. Ну, короче, я покупала два вот этого ваниша для цветного белья и для белого. Для цветного белья, ну вроде как бы, он там от каких-то пятен что-то справлялся, вроде незаметно. Но что касается белого белья, я не раз говорила, что я люблю очень классно выстиранное белое белье. Футболки, которые даже сейчас на мне, рубашки. Сын у меня ходит в школу в рубашках. У меня как бы есть рубашки. Тоже мне хочется приобрести еще одну белую рубашку. Но я всегда к белому цвету относилась с опаской, потому что для меня это больная тема. Чтобы этот цвет не терялся, чтобы он не желтел, чтобы себе какое-то пятно посадили, как-то выстирать. Допустим, даже нежнее белье, чтобы белое оставалось, это белоснежность. Естественно, ты используешь какие-то средства для того, чтобы отстирать. То есть порошки, я пользуюсь Ариэлем, он вроде как посправляется, но есть какие-то пятнышки, которые от дезодоранта, вы знаете, бывает оставляют пятна, что вот у меня просто это раздражает. Бывает там горловине, чтобы не оставалось там тоже вот у ребенка, потому что где-то там перепотел, где-то еще что-то, жарко, погода сейчас меняется, кстати, стоит великолепная осень, чтобы она долго-долго сохранялась и долго наша осень не покидала никуда. Но вот он меня никак вообще не спасает и никак он меня не обрадовал. Наоборот, мне надо было столько вылить жидкости для того, чтобы что-то отбелить, чтобы убрать пятно. И то я на 100% недовольна результатом. Я не понимаю. Раньше Ванюш, когда я покупала, он был замечательный. Сейчас вообще как бы я вот ну я больше в фикс-прайсе точно не буду это брать и вам не советую, потому что ну это просто какая-то жесть. Но брать в других местах, опять же, в таком же бутылечке, там уже другая цена, соответственно. Ну я не знаю, как бы есть будет ли результат. Есть Ванюш, конечно, в порошке, в порошковом таком варианте. Ну короче, ребят, если вы кто-то понимает и у вас есть результат и вы чем-то пользуетесь, пожалуйста, я просто вас прошу, напишите мне в комментариях, чем вы пользуетесь, чтобы от... убрать какое-то пятно на белых вещах, чтобы использовать, чем вы пользуетесь, что вы используете для того, чтобы действительно не страдать, и чтобы белые наши вещи оставались белыми, и мы могли спокойно им пользоваться, ничего не боясь и не переживая. Но вот это вот никак не катит. Я жду от вас в комментариях под этим видео, пожалуйста, напишите, если кто знает. Дальше следующее, что у меня закончилось, это Ола, силка, ватные диски, им не изменяя, очень классные, покупаю кетерочки, но они везде продаются, классные, мне очень нравятся, вообще они супер-супер-супер. О, у меня здесь ещё одно масло. Смотрите, масло, оливковое, тоже могу рекомендовать, оно нерафинированное, 500 мл, экстра-виржин, если вы видите, пишется, экстра-виржин, это нерафинированное масло. Это лучшее масло, которое вы можете использовать, приобрести. Да, но немножко запашком, но ничего страшного, поверьте, организм привыкает ко всему. Салаты использую, даже в какое-то время, сейчас чуть-чуть масло у меня там закончилось, я бывала, что там иешенку поджарю, но я больше так томлю и как бы, ну как бы сказать, без, знаете, вот корочки, корочку не делаю, вредно для организма, не советую. Больше там, допустим, втомление, так сказать, на слабом огне, тоже ничего страшного. То есть, хорошее масло, 500 мл, да, классное масло. Вообще, это стопроцентное оливковое масло первого отжима высшей категории. То есть, это должен быть холодный отжим, первый отжим, это холодный является, поэтому, соответственно, он полезен, не вреден. Так что, присмотритесь, хорошее тоже масло, могу посоветовать. Дальше, что закончилось, покупаю всегда в фикс-прайсе, вот такой вот освежитель воздуха в туалет. У меня есть специальное такое вот приспособление такое, да, и ароматизатор. Гриффрукт, запах. Да, классный был запах, здоровский. Ну, такой, да. Я всегда меняю, там стоят они 100 рублей, копейки, в принципе, как бы знаете, переплачивать там за 200-300 брать, ну, не знаю, привыкла, беру, в принципе, нормально, присмотритесь. Также в фикс-прайсе мне очень нравятся вот такие вот губки, мои любимые губки, меламиновая губка-ластик. Здесь в коробочке две штуки, всегда беру, как бы по две, по три коробки, ну, для всего, для всего подходит, говорила, для пластика, для белой какой-то там, мебели, на кухне очень хорошо. Я вообще беру и спасаюсь для своих белых кожаных кед, поэтому мне очень нравится, и мои кеды, как новые, очень здоровские. Мне предлагали, знаете, я кеды свои покупала в рандеву, мне предложили дополнительное средство, там, в районе 800 рублей, это такая коробочка стоит 50, и я хорошо с этим справляюсь, и мне, в принципе, здорово, здорово, буду брать, и присмотритесь вы тоже, и вам советую. Дальше, дальше, давайте я вам покажу две вот такие зубные пасты, на которых я просто подсела, и вся моя семья, это с магазина вкусвилл, зубная паста отбеливающая, без фтора, классная, классная паста, коллоидное серебро оказывает мощное территориальное действие, классная паста, вкусвилле, присмотритесь, и вот такую пасту мы сейчас пользуемся, она укрепляющая эмаль, здесь 75 миллилитров, ну там во всех пастах 75 миллилитров, немножко такая, знаете, таким с ментольным действием, ну ничего, нормально, то есть как бы мне это нравится, ну вот этот отбеливающий очень классно, обязательно вот прям, вот прям куплю, и это, ну на любителя, на любителя надо пробовать, в принципе, но все пасты, хорошее у них содержание, хороший состав, натуральный, без фтора, и так что присмотритесь, я прям на это подсела, и меня это очень-очень радует, так, что у нас там дальше, дальше у нас вот здесь вот такие попадаются мне две масочки, они даже не закончились, ребят, это у нас белорусская косметика, марка Markel Cosmetics, там еще есть по полтюбика, как-то они мне не взошли, просто вот мне взошли, почему выкидываю, потому что закончится срок годности, да, вы не поверите, мои белорусские маски, они только-только начинают заканчиваться, я вот все смотрела на них, и думаю, боже, когда вы закончите, чтобы что-то новое приобрести, чтобы что-то новым пользоваться, ну, короче, вот только вот эти две первых, они, ну, что-то закончилось, конечно, но вот эти первые приходится выкидывать, здесь по 115 грамм, одна маска у меня супер увлажнение с клубникой, она вот до этого месяца, 19-го года, ну, не могу сказать, что вот прям вау, круто увлажняет, или еще что-то, да, после него лицо бархатистое, увлажненно, кому-то оно очень нравится, я знаю, хорошие отзывы, да, классные все, но опять же, говорю, что у меня не супер сухое лицо, поэтому, может быть, я до конца не могу оценить именно эту маску, а вторая маска, вторая маска у меня, маска так-так-так для лица, ультра лифтинг, тоже я не могу сказать, что вау, и там прям лифтинг какой-то делает, ну, короче, вот эти вот мяске я не поняла, и так себе, то есть, как бы, ну, вроде да, хорошо, но чтобы там вот действительно что-то там либо очищала, либо как-то действительно тонизировала, или увлажняла, или еще что-то, не могу сказать, поэтому, ну, не могу, ну, закончились, вернее, не закончились в годности, и выкидываю. Так, дальше, у меня вот здесь закончились два средства, косметических, тоже, вот это вот средство, сразу не показала, от марки Катрис, это гель для бровей, гель для бровей, не знаю, отсвечивать не увидите, это коричневый гель для бровей, всегда себе покупаю, классная щеточка, очень удобная, очень такая, небольшая, натуральная, то есть, как бы, супер, прям по бровкам хорошо, то есть, вот так вот, волоски, прочесать, прокрасить, классно, но, я не могу сказать, что она круто фиксирует, нет, есть лучшие гели для бровей, даже из таких, это масс-маркет, всё-таки, а есть из таких вот линей, как Мак, или, допустим, тот же самый, Estelle Lauder, то есть, как бы, но, нет, всё-таки, нет, не совсем она фиксирует, покупать я больше не буду, хочу попробовать, наверное, Маковскую, у меня вот закончился, сейчас у меня Мэйбелем там подзаканчивается, я хочу новую попробовать, цвет, да, шикарный, классный, но, как бы, вот, по поводу фиксации не очень, и закончился, боже, как его назвать-то, это Сефара, консилер, забыла слово, консилер закончился, не раз его показываю, в пустых баночках, вот такая вот там, щёточка, очень даже удобная, классная щёточка, и, очень мне нравится этот оттенок, какой у меня оттенок, у меня оттенок 29, бэж, бэж, роз, да, классный оттенок, мне подходит, хорошо маскирует синеву, под глазками, ну, вообще супер, супер, конечно, он, не могу сказать, что он там стоит копейки, в районе, наверное, 700-800 рублей, но очень классный, и, вообще, даже, когда не хочется там тональник накладывать на лицо, в основном, в последнее время, так и происходит, я маскируюсь, что-то там, где-то как-то, и мне этого достаточно, не плывёт, не текёт, то есть, хорошо, прямо складки не забивается, вообще, очень классный, мне нравится, и Сефара, вот этот вот мне консилер, очень-очень нравится, дальше, следующие косметические средства, у меня закончились, тоже, вкусвилл, крем для кожи вокруг глаз, вот такой вот маленький, тюбичек, очень маленький, ну, что по поводу этого кремушка, значит, я не жду каких-то, высоких, каких-то, я не знаю, стандартов от крема, и не ставлю больших ставок, что, я помладею, и мне будет снова 20, и моё лицо будет выглядеть, как на 20, нет, опять я говорю, всё исходит от нашей внутренности, от нашей души, от нашего состояния сердца, от нашего кишечника, ну и так далее, значит, питает, защищает кожу век, обладает омолаживающими, смягчающими эффектами, с гиалуроновой кислотой, как сам по себе, крем классно, увлажняет и питает, действительно, так оно и есть, но чтобы он там что-то уменьшал морщины, или что-то делать такое, сверхъестественно, нет, не могу заметить, состав натуральный, состав классный, и поэтому как бы присмотритесь, и стоит он что-то в районе 200 с чем-то рублей, мне понравился, и бутылечек такой достаточно большой, а сколько здесь грамм-то у нас? Так, не знаю, сколько здесь грамм, а, 30 грамм, в принципе, да, ну, классно, мне понравилось, но в принципе, вокруг глаз, это очень тонкая нежная кожа, нам нужно действительно достойное увлажнение питания, вот всё, что нам нужно, чтобы не появлялись новые морщины, и даже за счёт питания и увлажнения у нас происходит, даже наши какие-то морщины, они мелкие, они могут пропадать, глубокие, не знаю, под вопросом, но для этого я ещё использую вот такие вот патчи, они у меня закончились, сейчас я вам показывала в новинках в предыдущем видео, другие патчи, 5-фи, которые я заказывала с сайта iHerb, это тоже патчи с сайта iHerb, они такого голубого цвета, здесь была ложечка, ой, ещё жидкость даже есть, ложечка, такая вот у них новый формат упаковки, вот эта вот крышка, что очень даже удобно и очень даже классно, все патчи храню в холодильнике, и вам советую, значит, очень мне нравятся эти патчи, суперские, классные, заказывала, буду заказывать, вам рекомендую, хорошо увлажняет, хорошо питает, убирает отечность, убирает синеву, в чём минус? Очень много жидкости, поэтому первое время надо немножко, может быть, полежать, подождать, чтобы они всё-таки немножко подсохли и приняли свою, лекала встала на место, приняла своё место, так сказать, боже, как я разговариваю, приняла то, что на то место, которое положит патч, чтобы он занял своё место, а не гулял по всему лицу, только вот этот момент, а всё остальное, в принципе, классно увлажняет, присмотритесь, вообще вот эта марка, у них вот, кстати, вот эти маски и есть, про которые я вам хочу рассказать, которые я сейчас, ну, экспериментирую над ними и смотрю, как они работают, очень классная, очень классная марка, с сайта iHerb, и закончился у меня вот такой вот кремушек, тоже с сайта iHerb, от марки DERMA-E, очень популярная марка, на этом сайте, много отзывов, доброжелательных отзывов, всем нравится, это ночной крем, подтягивающий, запах такой, немножко, знаете, на любителя, специфический, даже когда его наносишь, и первое время идёт покалывающий эффект, такой, знаете, прям как будто иголочками тебя покалывают, 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 но не пугайтесь, дайте поработать крему, дайте ему проникнуть вашу кожу, делать свою работу, потом это всё уйдёт, тоже он у меня хранится в холодильнике, всегда все крема храню в холодильнике, стараюсь, по крайней мере, и здесь у нас идёт 56 грамм, достаточно экономный, хватает надолго, ночной крем, я уже сказала, да, значит, здесь составит DMA-E, очень состав шикарный, очень классный, подтягивающий, как раз, вот знаете, плотность кожи создаёт, подтягивает, чтобы не было обвисаний, вот этих брыли, чтобы контур у нас лица хорошо сохранялся, очень хорошо, знаете, такая вот, тем более для тех людей, которые сейчас худеют, я, в принципе, как бы в числе этих людей достаточно много сбросила, как-нибудь я вам расскажу в одном из видео об моей истории, как я сбрасывала вес, а я сбросила порядком, ну, 24 килограмма, поэтому и дальше ещё хочу сбросить остаток, и когда ты сбрасываешь, у меня кожа достаточно толстокожая, и мне не видно, там, каких-то таких сильных растяжек, там, грудь, живот, там, я не знаю, попа, а вот лицо, оно здесь как бы тоньше же у нас кожи, и оно чувствуется, и вот как раз вот в эти моменты спасает много клетчатки, овощей, для того, чтобы мы питались, спасает вода, и спасает правильные крема, которые нам помогают подтягивать, ну, может быть, какие-то процедуры косметолога, да, может быть, какие-то, я не знаю, опять же, да, чтобы было в норме все витамины в организме, и у косметолога, может быть, какие-то инъекции витаминные делаете, я не говорю сейчас за бутоксы, я не говорю сейчас за филеры, я говорю за то, что питать кожу, и вот именно крем, он хорошо подтягивает, хорошо это делает, исполняет работу, присмотритесь, очень классный, очень здоровский, я, конечно, сейчас его не буду заказывать, у меня сейчас на примете другой крем, я им тоже как-то пользовалась, когда я вам скажу, обязательно покажу вам, и очень суперский крем, с классным составом, и дальше я хочу вам показать, то, что закончилось, это тоже сайт iHerb, мои любимые бады, это Kelp, ну, я не раз об нем рассказывала, и в предыдущем видео, которое недавно я записывала, обязательно, кто не посмотрел, проходите, предыдущие видео, посмотрите, по ссылке сайта iHerb, чем я пользуюсь, когда вирус, когда холодная погода, чтобы не заболеть, или как щадяще переболеть, перенести заболевание, ну, и такие моменты, там, новые мои какие-то заказы, и так, Kelp, это бурые водоросли, йод, очень помогает, мне и моему ребенку, всегда советую, а второе, это тоже от марки Now, Валерьянка, Валерьянка, заказала для своего супруга, честно, чтобы он успокоился, но нет, у него достаточно такая нервная работа, и чтобы нервная система его, чтобы нервная его система могла сопротивляться стрессу, так сказать, эта Валерьянка достаточно, очень хорошая, в одной капсуле 500 мг, здесь 100 капсулов, это не Валерьянка, которая у нас в аптеке продается, такие вот маленькие желтые, желтые или зеленые таблеточки, которых надо не знаю, сколько выпить, чтобы успокоиться, не знаю, как на кого, и та Валерьянка на него действовала, почему-то, знаете как, она его в сон клонила, то есть в сон отправляла, эта Валерьянка, наоборот, давала подрости, успокоение, умиротворение, и достаточно хороший эффект, так что присмотритесь, очень здорово, здесь небольшие были капсулы, пахнет Валерьянка, да, дальше, следующее, что закончилось, это витамин Д3, доктор Бест, вот такой вот витамин Д3, здесь у нас, 2000 американских единиц в одной капсуле, маленькие желтые капсулы, запаха никакого нету, что могу сказать под этот витамин, вообще витамин Д, как я недавно поняла, после того, как я получила анализы, вы знаете, я офигела, потому что мои анализы упали, мой витамин Д, я пью вот эти витамины, они у меня просто упали, я ничего не поняла, я перешла, конечно, сейчас на первые витамины, а тоже от марки Нау, которые я и начинала с первого раза пить, который у меня поднял витамин Д в моем организме, я их прям заказала, и я их сейчас пью, но от этих витаминов, я не поняла эффект, но есть такое понимание, что не всем конкретно данный витамин, то есть данный препарат данной марки, он может подойти, поэтому здесь все индивидуально, все надо следить, тем более за витамином Д, то есть если вы пропиваете, делайте повторный анализ динамики, смотрите, есть ли реакция, есть ли подъем, а не наоборот, то есть такое ощущение, как будто я его вообще не пила, и для меня это было шоком, я до сих пор не понимаю почему, но мне придется сейчас заново поднимать мой витамин, и думаю, что я так начала плохо спать, засыпать, потому что если у вас нехватка витамина Д, одно из симптомов, это вы плохо засыпаете, да, и просыпаетесь, с такой чугунной головой, как будто вас ударили по голове, но это вот так вот, да, так что вот этот я не могу рекомендовать, и как-то я была в шоке, может быть у меня что-то индивидуальное, но хотя там отзывы достаточно шикарные, хорошие на него, и всем нравится, ну и все, это конец, последний продукт, то, что у меня закончилось, закончился, лето закончился, и закончился мой продукт, которым я пользовалась этим летом, это марка Мансера, духи, очень мне нравились, очень классные, вот такой вот мешочек кожаный, очень классный мешочек, и вообще не хочу его выкидывать, потому что он шикарный, вот в таком мешочке находятся духи, это был подарок от супруга, вот такие вот духи, вот такой вот бутылечек, 100 мл, да, Wild Fruits, это было что-то, нечто, у них крышка, кстати, вот так вот откручивается, шикардос, просто шикардос, он, конечно, не подойдет ни на осень, весну, и зиму, это чисто летний продукт, чисто летний запах, но очень шикарный, очень шикарный, в следующее лето, возможно, я его повторю, если что-то такое, может быть, шикарное не найду, но надеюсь, что я прямо до капелюшечки, я его оттуда высосала, вот, ну очень классный запах, это фрукты, это классный шлейф, это не душит, ничто, то есть прямо омолаживает, вдохновляет, окрыляет, парящий такой эффект, здесь, конечно, фрукты Кипра, прям фрукты Кипра, да, очень классный продукт, присмотритесь, стойкость, не могу сказать, что сильная стойкость, серьезно, и, кстати, многих других людей, которые этими духами пользуются, тоже говорят, что не очень стойкие, ну, на полдня хватает, на полдня хватает, потом надо допрызгивать, но, это, у них же идут духи на масляной основе, да, конечно, у них есть, она более такая, знаете, облегченная формула, нежели Монталь, вот Монталь, она такая, прям термоядерная, жесткая, это не моя тема, я с ними не подружились, но вот с Монсеррат, да, классный продукт, и мне понравился, и, возможно, может быть, что-то другое попробую, но до следующего лета, что будет у меня, ну, в принципе, это все, что я вам хотела рассказать и показать, много чего скопилось, надеюсь, что было полезно, свои информации для вас, так что пользуйтесь, покупайте, оставляйте свои отзывы, кому понравилось видео, ставьте пальчики вверх, всем до новых встреч, до новых видео, берегите друг друга, будьте здоровы, сильны, бодры, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok